Всех приветствую! У нас с вами эфир на тему ароматерапии или ароматы для продуктивной работы мозга. Я буду вести сегодня с Ольгой Малаховой, которая поделится с нами вот этой темой. Я сейчас понял для себя, что хочу провести серию полезных классных эфиров на тему взаимодействия с мозгом через разные структуры, не только через корочтение памяти. Поэтому сегодня у нас будет эфир с Олечкой. Я вижу, что она уже здесь. Сейчас у меня тоже крас. Оля, привет! Привет всем! Паш, привет! Дорогие зрители, я вас приветствую. Готовы ли вы к взрыву мозга? Все, как я люблю. Если готова, то поставьте, пожалуйста, плюсик, потому что вы подумаете, что это за сумасшедшая женщина попала к Паше на эфир. Дело в том, что я врач антивозрастной медицины, я врач-терапевт, и к тому же я врач-ароматерапевт. И я хочу вас познакомить с очень-очень крутым инструментом. Во-первых, крутым инструментом для меня является Паша. Это 100% несколько лет назад мы с ним познакомились, и его курс по скорочтению, и его книга, и вообще все его вот эти вот упражнения. Да, вот я, например, это делаю уже очень легко. О, у нас уровень. Давайте поставим десяточки Оли за такой уровень. Упань, смотри, смотри, что происходит. У меня аж свет зажегся от того, как ты стала быстрой это делать. Да, это факт. Я также уделяю в своих практиках очень много внимания мозгу. То есть мы с вами знаем, насколько мозг играет важную роль в нашей жизни. Во-первых, это наша продуктивность, потому что тело полностью – это инструмент для того, чтобы мы жили с вами эффективно, зарабатывали много и вообще жили прекрасно и легко. Это для нас очень важно. Также мозг у нас принимает участие в следующих процессах. Это процессы создания программ. Создание программы для исцеления, создание программ для болезни, создание программ для омоложения, для чего угодно. Эти все сигналы, все идет в нашей голове. Тут я ничего вам нового не открыла. Так вот, что мы можем с вами сделать для того, чтобы наше тело функционировало наиболее эффективно, прям на 100% и даже больше? Мы можем с вами заниматься саморазвитием. Да, это прекрасно. Но скажите честно, ну мы же ленивые. Ну, особенно я. Вот самая ленивая женщина в мире – это я. Это факт. Поэтому я ищу самые простые способы, знаете, чтобы тыц. Ну, я, конечно, как врач не верю в волшебную таблетку и волшебный укол. Это факт. Но я всегда ищу. Вот знаете, этот эликсир молодости, и когда ничего не делать, лежать на диване, при этом худеть, строить и молодеть, это прям реально моя тема. И это действительно работает. Потому что сегодня я хочу вас познакомить с инструментом, который будет помогать вашему мозгу в разных сферах. И мы сейчас эти сферы разберем. Я буду с вами стараться все говорить достаточно просто, чтобы у вас пришло осознание того, насколько спектр применения эфирных масел – это не просто чайное дерево на прыщик. И мы с вами очень интересные масла разберем, о которых, вполне возможно, вы даже не слышали. То есть чайное дерево – это не прыщик, лаванда – это не акмоли в шкафу. Это терапия. Это серьезная терапия через очень сложный химический состав эфирного масла, как иммунитет, как самая сила растений, которая работает у нас с вами в двух направлениях. Первое направление – эфирного масла. Особенно круто. Оля, подожди, подожди. Два направления сейчас ты тоже расскажешь. Ты прям молодец, ворвалась. Тоже немножко из предыстории, почему тоже как раз мы с соли здесь собрались. Я в ноябре сходил на тренинг. У меня одним из заданий было вечера проводить в ванне. Как минимум лучше каждой, но хотя бы через день. Я стал этим заниматься. Не только в ванне, но еще там соль туда добавлять и всякую арому ставить. Я какое-то как раз масло у меня есть, мне его как раз дала Надю, мне его как раз капал, и оно как-то вот бахло. Я думаю так, а какие вообще есть варианты? То есть вот лежу, принимаю аромы. То есть какие есть варианты, чтобы не просто что-то нюхать, а чтобы это воздействовало на мозг. Сейчас как раз Оля расскажет, что два направления ключевых, но опять же, если мы говорим, что мозг здесь, то можно как до него дотянуться максимально близко. То есть через глаз, но это очень неудобно. Через ухо, ну как бы там тоже есть варианты, но как бы прямо вот через нос, но еще через рот. Но это другая тема. Через кожу. Через кожу, так как раз. То есть для него дотянуться максимально близко. И сегодня, как раз именно так, как Оля у нас еще ароматерапевт, мне самому интересно, собственно говоря, какие есть, как это все происходит. То есть именно с точки зрения ароматерапевта. И, соответственно, какие масла помогают мозгу, то есть именно, может быть, включаться, быть продуктивным. Ахи помогают расслабляться. Потому что важно развиваться быстро, наслаждаться медленно, как один из моих девизов. И если вам нужно сейчас момент продуктивности, настроиться, включиться. Кому сейчас такой момент нужен? Поставьте, пожалуйста, единичка в чате, что нужно прям быть первым, включиться. Ух, эх! А иногда нужно, наоборот, расслабиться и побыть собой. Или отдохнуть, порелаксировать, чтобы, наоборот, набраться сил. И некоторые не могут успокоиться, некоторые не могут настроиться. И вот я ожидаю, что сегодня как раз нам Оля не только расскажет, как процесс может быть происходит, но, соответственно, какие, может быть, ароматы вам помогут, то есть вот я вижу, что она уже приготовила патроны, которые можно зарядить, раз, и пошел вперед, вот я вижу, здесь есть и единички, как раз, и двоечки, и мне самому эта тема интересна, и я очень рад, что Оля заряжена, то есть кто чувствует, что Оля мега заряжена, поставьте много плюсиков, и я время это чувствую, и я чуть прерывал ее поток, чтобы настроить нас на занятия, то есть те, кто тоже от меня, и дальше, опять же, давайте увлечемся в этот поток, я сам обожаю слушать Олечку, как она рассказывает, иногда даже боюсь прерывать где-то, когда мы взаимодействуем, беседуем, поэтому, Оля, передаю тебе, вот видишь, плюсики пошли, люди чувствуют твой энергию, ресурс, единички, двоечки есть, и вот мы все в предвкушении, прошу тебя продолжать. Да, благодарю, я вижу все ваши комментарии, у вас будут возникать вопросы, и я буду обязательно на эти вопросы отвечать, а пока мне хочется рассказать про то, как природа нас одарила всеми необходимыми инструментами, вот мы все время что-то пытаемся изобрести, а на самом деле все уже давным-давно изобретено, и знания у нас все есть, наша задача их всего лишь брать, и главное практиковать, потому что знать равно уметь делать, и все эти инструменты, которые можно взять из природы, они вокруг нас, они были, когда вы родились, они были до вашего рождения, и еще тысячи лет назад, то есть это все опробовано, если вакцинация от коронавируса еще не опробована, то эфирные масла прекрасно с этим работают, и уже давным-давно опробованы. Ну так что, у нас получается с вами два направления воздействия на мозг, итак, у нас есть пять рецепт, пять систем воздействия на мозг, но здесь нас интересует только нос, потому что здесь будет раздражение обонятельных луковиц, и когда запах попадает, анализируется обонятельными луковицами, и попадает в переднюю часть мозга, в лимбическую систему, то есть это наш активный современный мозг, лимбическая система, которая отвечает у нас за опыт, за эмоции в том числе. И вот как это понять? Например, мы берем с вами эфирное масло апельсина, но все его прекрасно знают, ну потому что это самая популярная маска. Вот мы апельсин взяли с вами, открыли, вдохнули, сейчас я покажу, как делать, это называется эфирное дыхание, оно имеет терапевтический эффект, потому что аромат, он анализируется мозгом в течение 15 секунд, и мозг уже выдает. Вот смотрите, как это происходит, аромат уже пошел, 15 секунд, пока я болтала, пошло, можно сделать вот такой домик, а я еще вас в следующий раз научу, как использовать мудрые, мы все прекрасно знаем, что мудрый тоже очень хорошо структурирует и систематизирует как физическое тело, так и нашу энергию. Итак, мы ставим ручки, можно даже вот в такой вот домик и вдыхаем, и что мы с вами вспоминаем? Сразу вспоминаете, ну вот давайте, я вам передаю энергию эфирного масла апельсина, какие ассоциации у вас есть с ароматом апельсина? С ароматом или с самим апельсином? Окей, с ароматом апельсина, не с вкусом, а с ароматом, вот вы услышали аромат апельсина. Ну лично у меня, поделись, пока тоже мы ждем. Конечно. У меня, допустим, апельсин, аромат, это Новый год, апельсин у меня связан, это такой терпкий такой... То есть вот когда его разламываешь, то есть у него как раз кожура такая отламывается, и вот из него такой идет поток свежести, который иногда даже чрезмерно свежий, и он прям... Да. Вот такие вот ассоциации. Смотри, у всех ассоциации одни и те же. Цитрусовые масла, а особенно апельсин, относятся по аромапсихологии к массу внутреннего ребенка. Поэтому у 99% это будут ассоциации Новый год, детство, радость, праздник, подарки, вся семья в сборе, хорошо, весело, прекрасно, легко, тусовки, вечеринки и так далее. Вот апельсин. Казалось бы, вы не чувствовали апельсин, но ваш мозг, а именно лимбическая система, там записано все. И у вас еще с апельсином может быть связано у кого-то курортный роман, море, пляж, лето, купальники, парео, танцы, все остальное. Понимаете, это тоже положительные эмоции. У кого-то апельсин вызвал такое, что апельсин, фу, говно каким-то воняет, фу, апельсин я не люблю, это совсем, это совсем не то. Обычно на эфирные масла у нас очень приятные ощущения. Или если мы с вами берем образно эфирное масло какого-нибудь хвойного аромата, то мы с вами что вспоминаем? Вспоминаем про булку в лесу, да, свежесть. Свежесть, да, лес после дождя. И у нас мозг как будто перестраивается, перестраивается, как будто перезагружается. Таким образом, вот смотрите, эфирное масло апельсина у нас бодрость-радость, а эфирное масло хвойных у нас получается расслабление. Поэтому очень часто в санаториях назначают хвойные ванны, пихтовые ванны для того, чтобы снять мышечное и ментальное напряжение. Вот так работают у нас ароматы. А теперь давайте с вами представим, что мы с вами имеем опыт вдыхания аромата с одного апельсина, а в одной бутылочке эфирного масла здесь килограмма апельсина. Сколько уже будет радости даже в одной капле, которая сделана методом дистилляции из-за вот этой его кожуры, да, которая, когда мы разламываем, из нее идет висок. Вот в ней идет основной терапевтический эффект. То есть это получается взрыв, и у нас мозг за 15 секунд, все, у нас сразу радость пошла, у нас сразу счастье пошло, и у нас пошел тонус, и у нас в голове сразу тонус. И мозг выделяет определенные гормоны, определенные нейромедиаторы сразу срабатывают, определенные нейронные связи у нас сразу достаются из дальних полочек. Что, например, отличное настроение, давай двигаться, давай двигаться, такой же активный, как в детстве, или хвою, давай расслабимся, давай закроем глаза, давай об этом подумаем. Кто это делает? Не масло, это делает мозг, поэтому масла мощнее всего работают с мозгом в том числе. И второй способ донесения. Оля, а как быстро это происходит? То есть ты говоришь, 15 секунд просто чувствует, а потом начинает же выделять сразу нейромедиаторы, гормоны, то есть вот они как быстро распространяются по телу потом. Молодец. Идентифицирует, а потом оно уже включает реакцию. Да. Значит, эфирные масла относятся к летучим соединениям. Эфиры, это летучие. Очень богатый биохимический состав. И терпены, и монотерпены, и политерпены, и спирты, и кетоны, и так далее. Очень мощные. Вам про это знать не нужно. Просто знайте, что молекула эфирного масла, она очень маленькая. Она мала настолько, как молекула, как размер вируса и бактерий. Соответственно, может проникать через проницаемую мембрану в клетке. И также воздействует на наше ДНК и РНК. То же самое, как вирусы и бактерии. Значит, мы можем утверждать и очень много исследований. Есть такой сайт подмет, я уверена, что ты это знаешь. Со всего мира китаются исследования, в том числе и такие независимые исследования, о том, как эфирные масла работают с бактериями, с грибами, с паразитами, с вирусами и так далее. И восстанавливают клетку. То есть, либо клетки дают энергию, либо, если клетка находится в стрессе, успокаивают ее, чтобы она делилась спокойно. А если клетка у нас уходит в мутации, то эфирные масла могут быстрее увести клетку в апоптос. Ну, это значит, когда клетка умирает полностью, нам не нужны мутирующие клетки. Не нужны. И для этого есть очень много научных исследований. Получается, они могут иммунитет усилить, да, как раз именно эфирные масла? Да. Знаете что? Давайте называть правильно. Нам нельзя усиливать иммунитет. У всех есть прекрасный иммунитет. Нам нужно его поддержать. То есть, мы ничего не стимулируем. Зачем стимулировать? Обычно, когда стимулирует иммунитет, иммунитет отвечает таким заболеваниям, которое называется аутоиммунное заболевание. То есть, чего ты меня трогаешь, я начинаю бороться сам с тобой. Ну, я начинаю бороться с тобой. То есть, иммунитет борется с твоим телом. Эфирная масла способствует балансу всех органов и систем, в том числе иммунитет. Если слабое, то поддержат и укрепят. Если идет воспалительный процесс, то его уберут. Значит, иммунитет естественным образом начинает лучше справляться и выполнять свои функции. Со спалительными процессами работает прекрасно. Если у нас иммунитет снижается из-за стрессовых состояний, так же балансирует. То есть, знаете, это такой терапевтический баланс стопроцентный, без побочки. Вот я вам говорю, как врач, это абсолютно без побочки. Так вот, продолжаем. Закончили на том, что эфирные масла имеют очень высокую проницаемую способность. Молекула же очень маленькая. Значит, мы попали в нос, и у нас 15 секунд. А если мы хотим, чтобы поработали с телом, а не с мозгом, тогда мы наносим наружно. Мы наносим наружно. Ну, уж все точно знают, как прыщ с чайным деревом быстренько подсыхает. И мы можем нанести. Как мы можем нанести? Смотрите, видели мою вот эту технику, когда я наносила на ладошки? Но я же уже нанесла эфирное масло. Значит, я с одной стороны его всего лишь вдыхаю, и у меня работают нос и мозг. А второе, мы знаем, что на ладонях и на стопах огромное количество точек и проекций внутренних органов. Вся китайская медицина на этом основана. Именно здесь, на руках каждый пальчик за это отвечает. И на ногах. То есть самое безопасное применение у нас может быть, растерли в руках, и через 20 минут мелкие молекулы, молекулы эфирного масла уже пробежали по всему телу и посмотрели там, где нужна помощь. Вот так работает каждое масло, и у каждого есть свои сильные стороны. То есть с каким органом он работает больше, с какой системой он работает больше. И если нас сейчас интересует мозг, то я подобрала некоторые масла, и я уверена, что вы вот просто кайфанете, потому что, ну блин, это целый мир, ребята, это целый мир. Это очень круто. В этом я дезимирую, потому что я сейчас тоже как раз еще кайфаную. То есть получается как раз, когда я буду использовать масло, вот там, можно домиком его унюхать. Но перед тем, как вдыхать, то есть именно растереть прям хорошо по рукам. И то есть я знаю, как пальцы связаны тоже с мозгом, то есть вкладывание пальцев как раз именно через проекцию мозга, через карту мозга. Получается, так как они связаны еще со всем телом, то вот эти вот именно связи тоже помогают на все тело воздействовать, правильно? Угу. Да, абсолютно так. Отвечу на вопрос. Здесь спрашивают, могут ли эфирные масла вызывать аллергию. Натуральные эфирные масла терапевтического качества не вызывают аллергию, потому что эфирные масла – это не белковые соединения. Это эфиры, это не белковые соединения. Но эфирные масла могут вызвать у вас два вида реакций. Первая реакция – это может быть психическая реакция, либо психосоматическая реакция. Предположим, у вас есть проблемы в общении с матерью, либо с бабушкой. Вы послушали лаванду, и у вас так все тело сжалось, так стало неприятно, и сказали, ой, пахнет, как у бабушки в шкафу. Да, это относится к опыту, это же все идет в голове, то есть это наш опыт. Все остальные скажут, о, лаванда, это же прованс, это же поля, это же роскошь, это же сон, это вот мягкие подушки и все остальное. Понимаете, это личная ассоциация, не зря мы начали с лимбической системы. И второе. Помните, я вам сказала, что эфирное масло очень хорошо проходит в клетку через проницаемую мембрану, а в клетке происходят постоянно, не заканчиваясь, а процессы, обменные процессы и детокс клеток. Что такое детокс? Туда что-то входит, прорабатывается и выходит, да? Знаете, клетка дышит и потом писает и какает. Клетка кушает, писает и какает, дышит. Это естественный процесс. Да, да. То есть клетка живет так же, как и мы. У них есть и сердце клетки, и есть метафондрия, это энергетические станции, которые дают энергию клетке. Так вот, эфирное масло, оно способствует улучшению метаболизма внутри клетки и отношений между клетками. И если у вас очень много клеток есть в поломанном состоянии, да, скрытые какие-то воспаления, то эфирное масло будут вытягивать эти воспаления и через кожу, через кожу идет процесс детоксикации. Нормальный процесс. Мы можем пописать, покакать, чихнуть, высморкаться, либо прыщиками пойти. То есть то, что у нас внутри накопилось, это выходит. Для этого есть одна рекомендация. Мы пьем воду, чтобы вот эти вот продукты распада, да, продукты распада ушли в межклеточное пространство и через систему детокса и выведения, через наши основные выделительные системы. Потом архитровались в почках и потом вышли по мочевому пузырю, либо там в скал, либо в мочу, либо в пот. Это нормальный процесс. Аллергические реакции в виде ожогов, я не знаю, каких-то неприятных ощущений могут быть только синтетические масла. Только синтетические масла, о качестве которых вы не знаете. А как их различать? То есть получается, есть масла какие-то непонятные, есть масла понятные. То есть вот есть какие-то критерии, то есть как отличать одни от других? Да, ты абсолютно прав. Я занимаюсь ароматерапией 6 лет. Я работала абсолютно с разными маслами. Самое интересное, я сейчас делаю вообще очень классное исследование по эфирному маслу шалфея с точки зрения склориола. Ну, простите, я такими словами, просто я как исследователь, понимаете? Я как ученый. Мне это очень нравится. Представляете, насколько у меня там мозг? У меня же там кипящий чан. Я, кстати, про кипящую голову тоже вам расскажу. Вот. И есть такой один компонент, химический компонент, называется склориол. Он доказанно работает против всей онкологии, против любых. Смотрите, ко мне же как врачу обращаются киста, миома, различные опухоли и так далее. Все что-то вырезают, даже какие-то липомы. Понимаете, это же какие-то уплотнения. И нам абсолютно не нужны. Так вот, я изучаю вот это воздействие химического элемента склориол. А для этого мне нужно изучить несколько производителей эфирных масел. Именно производители. Ну, окей, бывают производители, бывают продавцы эфирных масел. И запросить у них бутылочку шалфея и хроматограмму. Хроматограмма – это химическое на определенном оборудовании делается исследование. Так вот, я их сравниваю между собой, и я могу вам заявить только, что в одной компании склориола 0,4%. Больше я ни у кого не нашла, а у меня есть для этого доказательства. Это много или мало? Ну, ты представляешь, а у других его вообще нету. На самом деле, да, был бы хотя бы 1%, это круто, но у других нету совсем. То есть оно более… То есть это масло может быть хорошее, ну, для вдыхания. А мы с вами говорим про терапию, я как врач, использую эфирные масла как терапию, чтобы было вместо лекарства, чтобы было круче, чем лекарство, потому что не имеет побочки. Так вот, если мы говорим про компанию, которую я сейчас выбрала для себя и по аромату, и по терапевтическим качествам, то есть вот прям, поверьте, я как врач назначаю это давно, то тут, например, на каждой бутылочке компании Дотера, которая мне нравится, на каждой бутылочке есть номер. Значит, любой человек может зайти на определенный сайт, ввести, ему открывается хроматограмма, и он может, например, посмотреть, сколько линолола, сколько склориола и так далее. А вы в аптеку пришли, что вы знаете про это масло? Только что написано, масло лимона, а с чего сделано? Самые дешевые средства делаются синтетически. Синтетические ароматы обманывают наш мозг. Мозг не может разложить это по химическим компонентам. А мы с вами уже сейчас поняли, что, например, склориол как элемент эфирного масла шалфея при нанесении, например, на ту же самую грудь убирает все процессы уплотнений. Ты представляешь? Ну, мне кажется, у меня в руке какие-то уплотнения, то есть чувствую, начинается... Да, это, на самом деле, липомы, и масла тоже с этим очень хорошо справляются. Вот, так что я выбираю для себя масло, где эфирное масло и производителя, не разливателя, а производителя, у кого все достаточно честно, эффективно и доказанный терапевтический эффект 53-мя лабораторными исследованиями, которые все можно посмотреть. Если вы умеете их расшифровывать, то окей, не умеете, просто знайте, что они есть. За 6 лет, в общем, как раз ты именно вот эту фирму для себя нашла, то есть... Абсолютно точно, я уже 2 года с ней, и столько людей исцелилась, и столько людей реально влюбилась. Я сейчас составляю такую мини-книгу, знаете, истории исцеления, которые говорят, «Вау, Оля, 10 дней ковид ушел, ни антибиотиков, ничего не принимали». Или, там, я даже выкладывала, мозоли за день, головную боль. Да я вам сейчас расскажу один пример и возвращаемся к мозгу. Есть антиковидные масла, получается? Конечно, что такое ковид? Это вирус. Вирус. Есть определенные масла, которые обладают. Одни масла больше в противобактериальном, да, бактерии убивают, другие – противовирусные. Ну, смотри, вот я сейчас укрепляю свой иммунитет просто спортом. То есть я там то бегаю, то вчера как раз на баскетболе был, позавчера на спорте, чтобы снова опять же пойти. Сегодня там планирую покататься вечерком под снег. И я укрепляю свой иммунитет, чтобы когда, если ковид пришел, чтобы он прошел, по моей гипотезе, максимально безболезненно, если он опять же ко мне придет. Пока-то не пришел, я надеюсь, что, может быть, так и не придет. Получается, масло чего желательно вдыхать людям, чтобы, ну, как-то тоже его избежать либо во время, либо точно до, во время, ну и после, то есть вот. Да, я так и знала, что тема здоровья все равно выйдет на первый план. Потому что действительно масла имеют сильное терапевтическое средство и воздействие. Это факт. Значит, смотрите, давайте я расскажу про твою систему поддержания организма и сопротивляемости. Давай, супер. Значит, я думаю, что не все те, кто нас смотрит, занимаются спортом каждый день. Потому что даже не все из вас... Я каждое утро в 8 утра провожу утренние тренировки для своих клиентов. Ну, для своих подписчиков. Я помню, у тебя клуб там есть какой-то. Ну, да, у меня есть клуб, и там у меня люди занимаются. Каждое утро, да? Ну, например, в клубе 400 человек, по утрам со мной занимаются там 30 человек. То есть остальные либо спят, либо говорят, что сделают потом. Вот, потому что это должно быть регулярно. Когда регулярно, физическая активность, она очень помогает и поддерживает наш приобретенный иммунитет, который основывается на врожденном. Тема отдельная, если интересно, мы про это обязательно поговорим. Посмотри, сколько девочек вопросов при уплотнении в груди и так далее и тому подобное. Вот сколько девочек пишет. То есть вопросов со здоровьем, вопросов со здоровьем – это достаточно много. Давайте мы сейчас не про вашу грудь и не про индивидуальную консультацию. Если вам это интересно, то у меня есть клуб здоровья. И там вы научитесь этим всем пользоваться. И Паша у нас просто влетает в этот клуб здоровья, потому что у него тоже есть допрос. Во-первых, у него есть прекрасный... У него жена красавица, у него есть детки. И всех нужно защищать. И все прекрасно понимают, что мы должны это делать осознанно, а не подвергаться воздействию на наш мозг Всемирной Организации Здравоохранения. Ну так вот, если мы с вами говорим про спорт, то ты занимаешься спортом, баскетболом. Это каждый раз у нас есть микропорывы мышечных волокон. Это нормальный процесс. Естественно, физиологически нормальный процесс. Но если вдруг что-то пойдет не так, там начинается воспаление. И мы даже знаем, что такое молочная кислота. То есть это токсические определенные процессы, которые происходят внутри мышечных волокон. И есть прекрасное масло, которое я также сейчас вам показываю. Называется глубокая синева. Это смесь эфирных масел, куда входит миотань, куда входит грушанка. Что это делает? Эфект такой потрясающий. Но я это использую как раз для мозга. Сейчас объясню для чего. Смотрите. Что это делает? Это одновременно и разогревает, и охлаждает. То есть улучшается микроциркуляция крови. Для чего? Чтобы мышца вернулась к своему нормотоническому состоянию. Не была суперпережата. А если суперпережата, то нарушается кровообращение и лимфоток. И не бывает в расслабленном состоянии, потому что мышцы слабые приводят к циркопении. То есть мы слабые мышцы не держат наши органы и не держат наши кости. Отлично. С этим понятно. А теперь как мы это можем использовать для мозга? Вот, казалось бы, мы позанимались спортом, у нас что-то болит, да? Либо растянули ногу, растянули руку. Мы с вами помазали, это идеальное масло для спортсмена. Вот просто must-have. И для тебя оно подойдет идеально. А вот твоя супруга-красавица скажет, слушай, Паш, у меня болит голова. Сегодня ни работы, ни секса, ничего не будет. Голова болит не могу. А ты скажешь, дорогая, а у меня теперь у тебя отмазаться не получится. И у меня для тебя есть масло потрясающее, чтобы повысить твою интеллектуальную активность и брать все твои напряжения. И мы это масло будем использовать на шейно-воротниковую зону. Просто мы берем каплю масла, каплю, стираем на руках и начнем. Да, если ты ей сделаешь, то это прекрасно. Слушай, а если она тебе сделает после рабочего дня? Так у тебя же, как у кота, сразу слюнка потечет, и шерстка сразу будет. И она может просить у тебя все, что угодно. Девочки, лайфхак для замужних женщин. Это вот прям сто процентов. Итак, если у вас мигрени, если у вас болит голова, если вы пришли с работы устали, у вас нет сил, если у вас работа стоящая, парикмахера, массажисты, кто еще, мастера маникюра, поясница болит, то, пожалуйста, есть специальное масло, смесь масел нанесли, либо на шейный, то есть места, где у вас болит. Болит голова, нанесли на заднюю поверхность шеи, на трапециевидные мышцы. Болит поясница, нанесли на поясницу. Месячный тоже, прям жизнь не мила, на поясницу, на место живота. Пожалуйста, ноги устали, нанесли на ножки через базовое масло, подняли ножки вверх, и у вас улучшается кровообращение, лимфоток, и у мозга нету этого напряжения и стрессового состояния, вот это вот состояние бить и бежать, вот все в напряжении, да? Вот это называется стресс. И стресс для нас очень плохо влияет. Особенно если мы сжаты, то у нас нарушается кровообращение мозга. Ни секса, ни работы, ничего не хочется, мы становимся раздражительным. Все, мы расслабились, все это улучшилось, кровообращение и лимфоток, и жизнь прекрасна. Вот это одно масло. Это все масло? Ну, это смесь, она называется смесь эфирных масел, она называется глубокая синева. Если вам интересно, да, у тебя это все в наборе, если вам... То есть оно ко мне приедет, да? То, что вы сегодня с удаляете? То я для вас составила такой вот классный очень набор, набор масел, про который я говорю, ну, конечно же, не шалфей, а именно масла для мозга, просто вы сейчас узнаете про них чуть больше. И я вас приглашаю в клуб Паши Палагина для и Ольги Малаховой, потому что я за медицину и за терапию, он за мозг. Я буду изучать это все. Не только через книги, не только через исследования, но как раз теперь еще и буду нюхать. А нюхать мне. Нравятся разные ароматы. Да, и в Телеграме мы создали такой канал, и вы узнаете про масла еще больше. То есть ароматерапия для продуктивности мозга будет супер. Но вы поймете, что одно масло, это не только для мозга. Знаете, как я говорю, масло работает так. Корова легнула, плетнем придавила, живот болит, голова болит, отравление, снизилась либидо, насморк, каши, полы надо помыть, вкусность разная приготовить. Вот, то есть это масло у вас будет в таком маленьком наборе. Я вам хочу рассказать про масло мяты. Все прекрасно знают эфирное масло мяты. Да? Ну вот уверена, прям сто процентов. Это готовое масло, в аптеках вы его не купите, вы можете обратиться, и я для вас составила этот набор. Он определенный, это масло уже готовое, называется глубокая снива, такая вот маленькая, от любых видов боли. Этого в аптеках нет. То, что я вам говорю, еще в аптеках нет. Нет и не будет. Во-первых, не будет таких исследований, такого терапевтического качества. Российские аптеки не продают эфирное масло грушанки. Не продают, потому что не знают, где его взять. Дальше. Давайте эфирное масло мяты. Возьмем. Ну все знают, ну что такое мята? Вы все знаете мятный чай. Но забывайте про то, что эфирное масло мяты, во-первых, это стимуляция центральной нервной системы. Это улучшение памяти и запоминания. И это расширение наших сосудов для всех процессов, которые происходят в голове. Масло мяты у нас подходит, вообще это масло мяты, мята относится к женским эфирным маслам. Это масло, усиливающие интеллектуальные способности у женщин. А у мужчин? Ну, у мужчин 100%. Для мужчин, конечно, лучше масло розмарин и базилик, но мята на тебя будет влиять отлично. То есть мята, это такой холодок, у нас как мятная жвачка, сразу же пробивает голову. Вы же это чувствовали? Но так как у нас аудитория, очень много женщин, то для вас это будет полезно. А особенно, милые дамы, если вы входите в предклимактический, либо климактический период, то эфирное масло мяты помогает снять вот эти приливы и отливы, вот это бросание в жар. Паша не понять, но мы-то, девочки, нам это необходимая тема. Дальше, это масло переключений, это тревожная белка в голове. Когда у вас какие-то навязчивые мысли, навязчивые мысли в голове, то масло мяты можете принимать либо так, как мы уже с вами научились, либо одна капля на точку фэнфу, это вот такая выликозь, для первых шейных позвонков. Это у нас с вами, там располагается рептильный мозг. Паш, смотри, это часть... Фэнфу, да, она называется? Нет, как мозг. Это китайский, я просто китайской медициной еще занимаюсь. А-а-а. Да, да, да. И смотрите, рептильный мозг и вот эта вот нижняя часть нашего мозга, она отвечает за все физиологические функции, в том числе за пищеварение, потому что там блуждающий нерв, это идет связь с блуждающим нервом, который улучшает пищеварение, да, и выработку ферментов поджелудочной железы, дальше, значит, будет лучше перевариваться и ободочная кишка и кишечник будет расслабляться, потому что кишечник напрямую связан с работой мозга. Женщина в переконтроле, у нее всегда есть запоры, и мужчина в переконтроле, у него всегда есть запоры. То есть мята, воздействуя на мозг, расслабляет, в том числе, и улучшается перестатика кишечника, все процессы фермента, ну, все процессы поджелудочной железы, и это прекрасно. И знаете такое, как будто взяли, встрепенулись. Ну, ты как раз давно мятой пользуешься, получается, ты прямо чувствуешь себя, да, то есть нужно там что-то поработать, раз, там мяты. Если тебе нужно переключиться, то работает потрясающе. И еще один лайфхак. Вы знаете, что масло мяты обладает противовирусным действием? Я вообще не знаю, вот я слушаю. Слушай-ка, ну, у тебя горло болело, ты покупал раньше стрепсил с мятным эффектом? Олс. Ну, да, стрепсил с полоской, да, то есть, конечно, что-то, да. Конечно, конечно. То есть, это противовирусный, противовирусный эффект. Поэтому, смотрите лайфхак. Если у вас есть герпес, вскакивает герпес, и вы чувствуете эти пузырьки и жжение. Иногда у меня вскакивает. Да. Вот взяли мяту, нанесли, конечно, щипать будет, но это буквально, ну, в течение дня у вас все пройдет, представляете? Потому что эфирное масло быстро попадает в клетку и начинает дербанить эти вирусы и изгонять их из клетки. Вот. Значит, еще мята – это масло кипящей головы. Когда вы перенапряглись на работе и понимаете, что сейчас башка взорвется, все, мятой подышали с рук, либо нанесли на точку фуэнфу, либо на виски. Проходит головная боль и вот эти ощущения. И еще, прекрасно работает, если у вас варикоз, если у вас тяжесть ног, если у вас отечность. Через базовое масло вы можете сделать себе такую сыворотку и прямо на ножки нанести. Ну что, интересно? Оль, скажи про нас, а мятка мне тоже приедет? Да, да, да. К тебе приедет много чего интересного. Ну да, круто. А где вот все понять? То есть, допустим, я себе взял набор пузырьков, чтобы их тестить на своем мозге, и вот я беру его, то есть, им есть какие-то инструкции, или надо как раз тебе звонить, или как раз то, что в чате мы там соорудили, где я буду задавать вопросы, что-то спрашивай, и ты будешь делиться с командой. То есть, где информацию про это, про каждый пузырек, можно получить, что она там от герпеса, и для памяти, и от усталости, и для чего-то еще, потому что, с одной стороны, как бы, может быть, кто-то, знаешь, слушает и думает, ну что-то слишком много, а с другой стороны, это же реально прямое воздействие на мозг, и вот там многое есть, ну не только на мозг, не только через нюхрить. Я до этого думал, что масла только нюхрить, а наносить, то есть вот куда-то еще, да, на виски, то есть, у меня даже не было мысли про это. А знаете, как я вкусно готовлю с эфирными маслами не аптечными, а терапевтическими качественными. Значит, смотрите, вы же все ищете то, чтобы не была подделка. Вот меня спрашивают, а подскажите, где купить качественное? Ну да. Или я вот все время прихожу на рынок и спрашиваю, а что у вас свежее, а что у вас качественное, а какой лучший продукт взять? Вот всегда все спрашивают, где взять качественное. То есть я вам рассказываю про качественное, а вы все спрашиваете, окей, я не хочу качественное, я пойду в аптеку, куплю за 100 рублей. Имейте в виду, что в 100 рублей у вас входит пузырек, логистика, наценка обычно 300% на аптеку, реклама, зарплата и так далее. У вас масло стоит 150 рублей. Сколько стоит то, что налит и там? И что туда наливают? Понимаете, когда в одной капле у вас 7 штук лимонов, в одной капле, например, эфирного масла лимона, то вы представьте, пожалуйста, сколько это может стоить, чтобы это еще и перегнать. На самом деле, это все очень круто работает и должно быть качественно. Телега, либо хороший автомобиль. Везде 4 колеса, все отведет вас от точки А до точки Б, но с каким комфортом вы доедете? С побочкой, задница у вас отвалится или нет, когда вы будете на этой телеге из Москвы, из Санкт-Петербурга ехать. Или на скоростном сапсане, на машине 10 часов, а на скоростном сапсане 4 часа. Так вот это для вас качественный скоростной сапсан, причем бизнес-класс. Если вы себя любите и цените, то, знаете, берите самое лучшее, сэкономите на врачах, сэкономите на лекарствах, у вас не будет побочки, вы решите через одно масло, я почему так много говорю, куча всяких запросов со здоровьем. И у меня есть, каждый месяц я провожу абсолютно бесплатное обучение, это для чайников. Взяли масло, тут нанесли, тут нанесли. Разборы каждого масла. То есть вы понимаете, это можно быть вообще не в теме медицины, но это вы поймете и почувствуете, и все время есть коммуникация, все время есть поддержка, все время есть куча информации. Вот, значит, про мяту мы с вами разобрались. Понимаю, что время неумолимо бежит, но мне так с вами приятно общаться, и я быстренько вам расскажу еще про два масла, которые я скажу. Первое, эфирное масло Капайба. Как? Я уверена, да, Капайба, я уверена, что многие из вас знают про каннабис-терапию, да, про каннабиноиды. Это сейчас... Сейчас... Ладно, смотри. Я просто тренирую, мне много чего не надо, наверное. Ты абсолютно прав. Да, ты абсолютно прав. Но идет же легализация каннабиса, который у тебя в виде пальм, типа Майами Бич, да, а это идет реклама каннабиса, да. Это каннабис? Да, 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 да. Это каннабля. Сейчас модно каннабляное масло, сейчас модно косметика из каннаблей, то есть это хемп-терапия, она доказана, что это прекрасно работает со всей эндоканнабиноидной системой, потому что в состав входят каннабиоиды, каннабиоиды, каннабис, относятся к каннабле. Это мы не говорим про курение, мы не говорим про наркотики, мы говорим про терапию, потому что было произведено исследование о том, что каннабиоиды, которые входят в состав каннабли, очень полезны. Конопля – это не травка, друзья мои, очень полезно сородавлено каннабляное масло. Жмых из каннабли – это протеиновая поддержка. Вот я, например, не ем мясо, но у меня белка достаточно растительного, в том числе и каннаблю. Каннаблю проращивают и едят в виде микроизделений и проростков. Вот. Ну вот смотрите, кто-то написал «знаем», кто-то написал «не знаем». Отлично. Теперь вы на самом деле знаете, со мной вы знаете еще больше. Так вот. Дальше проведено было исследование, что в любом случае вот каннабля, она воздействует на два рецептора, CB1 и CB2. Это рецепторы нашей эндоканнабиноидной системы. Один рецептор отвечает за нашу мульти и за процесс регенерации органов и тканей, а второй отвечает за восстановление нашей нервной системы. Так вот, когда было исследование о Капабе, она произрастает в Бразилии, и это смола дерева. Это смола дерева. То есть здесь эффективность воздействия на рецепторы намного выше по сравнению с каннаблей, с любыми видами каннабли. И поэтому, когда мы используем, например, каннабис, ой, Капаеба, она входит в протоколы реабилитации исцеления, ДЦП, аутизм и все виды изменений, ментальных изменений, а также воспалительных процессов связанных с постным мозгом, с позвоночником, со спинным мозгом и так далее. Представляете? Вот это работает замечательно. И еще мы, когда с вами можем использовать это масло, вдыхать, ну, пахнет, какой-то смолой пахнет, ну, нет такого аромата, как у апельсина. И оно настолько мягкое, вот вы в детстве жевали этот, знаешь что, смолу с дерева. Вот ты жевал? Ну, она такая безвкусная. Ну, абсолютно безвкусная. Поэтому я капайбу рекомендую вообще под язык, ну, чтобы быстрее прошли в суленные железы и тогда было лучше воздействие на мозг, восстанавливать нервную систему. Если, вот вообще капайбу называют масло от 100 болезней. Если бессонница, если проблемы с пищеварением, смотрите, если проблемы с ротовой полостью, парадонтоз, кровоточивость десен, если вам сделали имплантацию, как мне, и вам нужно, чтобы все быстро зажило, если кариес очень часто, если просто зуб болит, вот так вот капнули и рассосали, будет аромат такой, смолиной. Но из-за того, что здесь слюнные железы очень быстро попадают, и это называется место приложения, точка приложения, получается, голова и головной мозг. Если вы в стрессе, если вы перевозбуждены, если вы, знаете, стресс бывает тяжелый, а бывает рабочий стресс. Вот еще раз говорю, бессонница в том числе и нормализация всего желудочно-кишечного тракта. И копайба это масло от 100 болезней. Работает потрясающе. Даже если у вас какие-то воспаления есть на теле, тоже работает хорошо. И еще одно масло. Огромное научное исследование было. Я была в Америке на конференции, которая была связана с ароматерапией в целом. Это эфирное масло адаптив. Эфирное масло адаптив вот у меня есть в таком виде, а есть в виде ролика. И я, когда вам составляла набор для мозга, я прям составила для вас набор для... То есть что в набор? Да, в эти наборы... Ну, сейчас расскажи про масло, а потом просто концепт резюмируешь про набор. Да, 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 конечно. То у меня, вот у вас будет в наборе вот в таком ролике. И этот аромат такой, такой приятный, очень похож на духе. На самом деле это терапевтический состав, терапевтическая смесь. И таким образом вы можете наносить, нравится и мужчинам, и женщинам. Можете наносить прям куда угодно, как в духе. От вас будет и пахнуть хорошо. И масло адаптив это доказанное средство против стресса. Ты знаешь, сначала шею, потом ниже, думаю, так, куда ты еще... О, прекрасно. Девочки, девочки, для гормонального здоровья. На низ живота и после подмывания и гигиенического душа вы можете наносить даже на промежных, даже капать на трусики. И это масло прекрасно работает с бессонницей. Как это называется? Адаптик. То есть адаптивные функции нашего организма и нашей нервной системы. Было проведено исследование, было взято... Давайте вам расскажу интересно про два исследования. Итак, были взяты две группы. Одна группа студентов, это все были студенты, в одной группе студенты сдавали два экзамена. Язык, ну, у них это английский язык, а второй это математика. То есть разные функции и разные полушария мозга более креативные и более такой аналитические. Логические. Да. И в одну группу, где студенты сдавали экзамены, это поставили диффузор, это такое с методом распыления, со смесью эфирных масел адаптив. И вторая группа, которая делала то же самое, они просто сдавали в нос своем помещении. В каждой группе были напульсники, считали пульс, температуру тела и смотрели за результатом, как сдали анализы. Так вот, в той группе, где люди не наносили эфирное масло, а просто дышали, просто эфирные масла, они были в воздухе, вот для этого диффузор очень крутой, да, в комнате поставил, не надо ничего не наносить, а дети, родители, сотрудники, и вот эти вот все эфирные масла, они где-то здесь, да, и они проникают, и имеют такую же терапию. Вот, так было сделано исследование, и прям есть такая, кому интересно, я была на конференции, но, правда, у меня на английском языке это все с экрана сфотографировано. Результаты по анализа, по экзаменам было лучше у той группы, которая была и вдыхала адаптив через диффузор, просто находилась в комнате, где стояла диффузор. Также у них не повышалась температура, то есть они не были в стрессе, они сдавали экзамен спокойно, и у них не учащался пульс, то есть у них учащался пульс в пределах нормы. Другая группа, усиление потоотделения, получается состояние стресса, мозг не переключается быстро на аналитические различные процессы, и результат по экзаменам был намного ниже. Смотрите, это первая, первая была группа исследований. Вторая группа исследований была с людьми, которые пытались покончить жизнь самоубийством, и они проходили терапию. Это, знаете, кто? Это люди разные, с алкогольной зависимостью, с наркотической зависимостью, это тяжелые разводы, это раздвоение личности, и так далее. То есть это взяли, ну, такие определенные, уже определенные диагнозы, и у них была терапия четыре недели. И дальше у них был опрос. Задача была такая, они использовали всего лишь этот ролик, и три раза в день вдыхали это с ладони в течение одной минуты. Либо принимали с этим ванну, либо наносили в ролике на себя, как духи. Так вот, практически каждую неделю они сдавали определенные анализы и определенные психологические тесты, которые показали, что у них сначала была стагнация, и потом на второй неделе у них произошло очень сильное улучшение. и в конце четвертой недели у них брали у всех интервью, и они заметили, что у них не было вспышек гнева, что улучшился сон, что они стали проще смотреть на те вещи, которые раньше их раздражали. И когда вопрос, возвращались ли вы за эти четыре недели к мысли о самоубийстве, они сказали нет. Вы представляете? Это на самом деле очень круто. Я вам рассказала два направления. Первый – это студенты. Мы с вами тоже сдаем различные работы, там, отчеты делаем на работе. Да мы каждый день с вами сталкиваемся со стрессовыми ситуациями. Я студент. Ну, конечно. Ну, конечно. Поругались на улице, там, с мужем там что-то, бессонница, и мы себя накручиваем. А сколько много людей, которые после заболевания COVID имеют определенные изменения в памяти, кто еще особенно терял обоняние. Этим я тоже занимаюсь, про это я тоже рассказываю. И адаптив помогает восстановить. Это же на самом деле отключаются определенные рецепторы мозга в голове специально для того, чтобы мозг не тратил энергию на анализ. Вы тогда меньше кушаете, и вам не хочется заниматься сексом. Ну, у меня есть вебинар, вы можете посмотреть, я объясняю, почему отключается аромат, и какими маслами можно их восстановить. Аромат можно восстановить эфирным маслом мяты, его вдыхать, эфирным маслом базилика и наносить адаптиву. Вот, про эти масла я вам рассказала. В общем-то, у меня получилось в наборе 5 масел, и они мега крутые. Единственное масло цитрусовое, я предлагаю взять масло лимона, потому что оно намного круче. Дело в том, что это работает с нашей печенью, эфирное масло лимона, работает со структурой, со состоянием крови, а мы делали гемосканирование на большом экране на конференции и показали кровь, прям анализ крови через микроскоп, вывели на экран, до использования эфирного масла лимона. И после, через 3 минуты, и качество крови изменилось. Кому интересно, напишите, я прям пришлю картинку. Мы это делали. И у вас получается 5 масел. Дипблю, это которое от мышечной боли, от головной боли. Мята, это которое герпес, это очень вкусные десерты, шоколад, если вы сами делаете шоколад с мятой, просто потрясающе. Симуляция интеллектуальных способностей у женщин, тоже против головной боли, при отеках, при варикозе. Дальше, Адаптик, это смесь противострессовая, запатентованная смесь с огромной научной исследовательской базой. Только это будет вам в ролике, чтобы вы как духи это все сделали. Дальше, у вас будет Капайба, это масло от 100 болезней, и у вас будет эфирное масло лимона. Обо всем я это расскажу подробнее, то есть вы будете знать, как минимум 10 способов, как это использовать. Вот. И, 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 и вы спрашиваете, можно это все купить по отдельности? Если вас интересует, напишите мне, либо напишите Паше, мы дадим контакт менеджера, который с вами поработает, и все вам расскажет. Но 5 масел, 5 масел, и вы можете еще приобрести доступ в клуб здоровья, в клуб молодости, и знать больше про эфирные масла. Расскажем, покажем. 5 масел стоит, сейчас я вам скажу, сколько, я посчитала, 10 280 рублей. Сюда входит уже и регистрация, и 5 масел, с огромным спектром использования. Можно также купить масла по отдельности. Сила в одной капле. То есть вам этого набора хватит на много. Это Mercedes вашего здоровья. Это самая лучшая клиника антиэйджинга, самая лучшая клиника детокса, которой вы можете себе позволить. Реабилитация. Это самый крутой курорт, где вы полностью сделаете такой апгрейд своего мозга без побочки. Как купить этот набор? Хорошо. Вы пишите либо мне в профиль, либо напишите, напишите Павлу, он вам даст контакт менеджера, и я поделюсь контактами. И он ответит, да. И он ответит на все ваши вопросы. Действительно, это очень мощно. Я подобрала для вас самое-самое лучшее. И еще прям одну минутку. Если кто захочет еще пойти, у меня будет 20 января, мега крутой курс. Называется ароматерапия для чайников. Обучение бесплатное, но нужно будет иметь чуть другой набор масел. Стоимость точно такая же, там 10 500 плюс доставка, но вы получите 14 дней лекции потрясающих про каждое масло со мной, чат поддержки со мной. Вы также будете добавлены в чат к Паше, и мы будем с вами больше работать с мозгом, использовать эфирные масла в практиках. Ну вот, например, знаете, по утрам, когда мы работаем с мозгом, если вы подышите мятой, то эффективность и все эти когнитивные процессы, они будут намного быстрее происходить в вашей голове, потому что лучше будет кровообращение и лимфоток. И я еще от себя подарю две недели моих утренних, ежедневных тренировок омоложения и оздоровления. Еее, это мега круто. Это по цене стоит просто космос, а вы всего лишь приобретаете себе набор реальных инструментов, которые вы будете этим пользоваться. Ни одно масло у вас не будет стоять без дела. Ни одно. Вся семья будет здоровая, молодая и красивая. Смотри, пишут девчонки комментарии. Так. Это обычный конопли. Можно я отвечу на вопрос? У меня есть пять минут. На вопросы можно поотвечу? Да, да, да. То есть, да, ответь, да, как раз. Ну, мне тоже, как раз, тебе вопрос по поводу после конопли как раз. Получается, масло, оно, знаешь, оно нас активизирует, и вот я как подсел на спорт, то есть, мне нравится заниматься спортом и чувствовать классно свое тело. Тоже самое, те же самые масла. То есть, вот я сейчас тоже на себе попробую, там, разные ароматы, то есть, с твоим контролем и руководством, чтобы прокачать мозг и дальше тоже может, ну, то есть, я мог людям рекомендовать, это не просто, там, прикольно, не прикольно, а вот я попробовал, мне вот так понравилось, это вот так, с этим тоже обстоят дела. Хороший вопрос. Ты имеешь в виду, будет ли зависимость? Ну, типа, ты знаешь, как раз там, я нюхнул и чувствую себя суперменом, то есть, я потом уже нюхаю, 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 то есть, супермен. Смех, представляешь, не будет. Скажи про это. Смотри, потому что масло, оно подстраивается. Ты можешь утром проснуться, и у тебя такое состояние, назовем так, состояние-нестояние. Да, у меня бывает такое интересное. Ты подышала, ты подышала лимоном, ой, ты подышала мятой, такой думаешь, ну, что-то как-то не вштыривает. Да, вот вчера вштыривала, сегодня не вштыривает. Мир такой бодрости, ну, как-то ровно. А я еще дам рецепты. Ты, например, смешаешь лимон с мятой. Очень хорошее сочетание цитрусовых и мятных, и у тебя будет точных штырит. Почему? Потому что лимон работает на печень. Вполне возможно, почему утром стал разбитый. Может быть, спал неудобный в позе, может быть, желчь не выделяется, может быть, сон был очень поверхностный, может быть, печень не восстановилась. И лимон поможет этой желчи выйти, а значит, уйдет это вот какое-то ментальное раздражение и напряжение. А мята в этом случае раскроет, делает более эластичные сосуды, кровь падет быстрее, да, и значит, структура наших жидкостей, нашей крови и нашей желчи улучшится. И знаешь, такое ощущение, что в теле будет легкость. Я могу каждое масло объяснить с точки зрения воздействия на каждый орган нашего тела. И это действительно работает. Привыкание к эфирным маслам нет, абсолютно нет. Знаете, к чему есть? Привыкание к состоянию кайфа, вот то, что вам нравится. Вам нравится этот аромат, это элемент принятия. Например, кому-то нравится корица, кто-то говорит, блин, я корицу не люблю, я люблю апельсин. Да, то есть это определенное принятие и вы не анализируете. Это подсознание, это ваше тело говорит, какое масло вам нужно прямо сейчас. В этом как раз вот такая есть аромодиагностика. Аромодиагностика. Так, давайте еще про коноплю отвечу. Интересный вопрос. Дело в том, что... Старе его для всех. Да, включаю. Скажите, пожалуйста, в чем отличается механизм действия масла Капаева и обычной конопли? Обычная конопля это растения, это углеводистые соединения, которые должны попасть к нам либо через дыхание, либо через прием конопляного масла, либо конопляных капсул в желудок и пройти определенный процесс биохимических процессов, биохимических реакций. Он разложится, потом идет всасывание в кровь и так далее. На это должно пройти время, какое-то количество времени. И в процессе потребления внутрь, как от продуктов питания, будут определенные потери. Насколько у вас тонкая кишка в арсенке тонкой кишки? То есть усвоение вот из 100% сколько у вас усвоится вот этого продукта? Да? То есть получается минимум. Это нормальный процесс. Вот мы тарелку салата съели, усвоилось у нас всего лишь 15%. Ну, потому что у нас есть особенности организма, а у каждого они свои. Эфирное масло, я вам рассказала его методику. очень мелкая молекула, работает как вирусы и бактерии, попадает сразу в клетки. Ее не надо переваривать. Она работает триггерно, сразу на клеточном уровне. Через 15 секунд она работает с мозгом. Масло Капаева восстанавливает центральную нервную систему. Нанося она тело через 20 минут. Она уже в клетке. Она не переваривается, она уже точно конкретно в клетке. Масло и конопля работает с рецептором, которое только работает на нервную систему. А эфирное масло Капаева работает со всей нейроэндокринной системой и с двумя рецепторами нашей эндоконабиноидной системы. Рецепторы CB1 и рецепторы CB2. То есть это мозг, центральная нервная система и все, что с этим связано. И это весь желудочно-кишечный тракт, а соответственно наш иммунитет. То есть спектр воздействия у Капаевой намного шире. Это по химическим исследованиям, по лабораторным исследованиям и вообще таким испытаниям. Вот. Так что там, какие там масла сказали, где купить, напишите в директ мне, либо Павлу, напишите в директ и менеджер вам ответит на все вопросы. Какое масло помогает при Паркинсоне? Это не одно масло, это комплекс. И с ментальными процессами, с возрастными ментальные процессы тоже работаем для вас. У кого Паркинсон, либо если у вас родственники, я вам рекомендую посмотреть для начала фильм «Послесловие» и фильм российский называется «Ван Гоги». Вам будет понятно, что значит Паркинсон, это и дефицит, это и тяжелые металлы, и дефицит омега-3 как минимум. То есть и масла тоже могут помочь. Так, дальше. У меня как раз вопрос, слушай, люди же как раз тренируют мозг через кратчение, через память онлайн, индивидуально, или вот с 6-7 фрагмента у меня в Москве будет двудневный, то есть мой тренинг из «Самый известный сок». И некоторые говорят, Павел, то есть окей, чувствую, что я тренируюсь, реально на главу сработает, долго, а может как-то, то есть чтобы усилить тренировки? Ты говоришь про масло мяты, то есть оно для памяти, то есть вот как можно людям, ну то есть давай я, естественно, себе сначала эту вещь попробую, но вот из твоих ощущений, то есть что может опять же помочь им усилить когнитивные функции, то есть там вынимание, память, то есть я вижу, то есть естественно снижение стресса, то есть вот то, что ты говорила и про конопляное масло, про копаемое. Да, то есть скажи просто, вот если говорить про мозг, то есть чтобы я тоже это имел в виду, когда сам на себе буду эти вещи тестить, и потом тоже людям рекомендовать, чтобы как-то все настраиваться, поэтому вот рассматривайте, скажи просто вот в этом плане, то есть вот окей, они ко мне приходят, они реально прокачивают нейронные связи, то есть это физические, новые соединения, которые усиливают их реально мозговые процессы, они просто там учат мне язык за пару-тройку месяцев, они у меня как раз начинают читать там в два-три раза быстрее, лучше запоминают, быть более внимательными. Это вот как пришли на спорт, и раз мышцы растут, мы как бы это опять же видим, но опять же у нас есть, мы кушаем белок, мы кушаем еще какие-то вещи, мышцы растут лучше и быстрее восстанавливаются. Вот здесь, как масла могут опять же вот такие вещи усилить в плане, то есть, допустим, тех же самых тренировок мозга, то есть для наших нейроменов, которые, ну да, занимаются своим интеллектуальным здоровьем, чтобы они жили долго и тоже медленнее старели. Я сегодня рассказала про те масла, которые они могут использовать постоянно. Они могут это наносить перед различными своими занятиями. Когда я по утрам провожу гимнастику, то мы наносим, например, масло мяты на грудь. У нас сразу улучшение, у нас объем легких сразу увеличивается, если мы наносим сюда. То есть у нас альвеолы раскрываются, мы лучше начинаем, у нас кислородонасыщение, соответственно, мозга и всего тела улучшается. Также можно нанести на руки, вдохнуть, у нас сразу стимулируется мозг. Есть определенное сочетание, я сказала, например, лимон и мят. Можно как нанести на точки, можно просто подышать, можно поставить рядом с собой диффузор, включить диффузор и сидеть, заниматься. Понимаешь? И вот этот воздух, человек будет дышать этим воздухом. То есть получается пассивная ароматерапия, и это все равно будет работать. Если человек перенапрягся в течение дня, он вечером, вот у тебя сейчас есть тема принимать в ванну, так ты вот это масло адаптив, ты будешь его в ванну капать через соль, например, через сливки, будешь наносить и лежать вот в этом аромате. И эфирные масла через ванну будут по всей поверхности тела своими мелкими молекулами, минимальными молекулами с глубокой проходимостью воздействует на все тело. А значит, снимать мышечную нагрузку, снимать ментальную нагрузку. И еще у масел доказанное вибрационное, то есть вибрацию масел можно изучить. Ну, конечно, измерить. То есть это воздействует на энергетику. Если ты медитируешь, то можно есть такие масла, которые ты улетать будешь круче, которые, наоборот, погружают внутрь себя. Да, не вот эта наружная жизнь, да, не внешние проявления, а внутрь себя. Например, там сандалы, лаванда, то есть у культового масла. Это когда твой звонок Богу, либо звонок Бога тебе, это очень интересно. Либо нужны заземления, эфирные масла, хвойные, либо кеда, когда ты должен чувствовать опору. Вы знаешь, что ты делаешь, а какая-то ты потеряшка в жизни. Вроде все дело, какая-то суета. Говорят, витает в облаках, много суеты, много поверхностей. Мы когда каждый день наносим себе на стопы эфирные масла, стойкие и хвойные. Знаешь, что как корни, что как сосна. Одна сосна может против ветра в юге, солнце, расти ее, знаешь, на скале, вот так вот. И растет же по 50 лет, ее хрен сломишь. Это вот такие масла, стойкие. Понимаете, это будет воздействовать не только на ваше физическое тело с точки зрения воздействия на клетки, а это именно воздействует на клетки, но и на мозг, на эмоции, на все процессы, которые происходят в голове, на всю гормональную систему. Потому что у нас есть нейроэндокринная система, гипофиз, гипоталамус, у нас есть щедовидные железа, поджелудочные железа, надпочечники, половые железы и так далее. Это же вся она. Вот это и вам семчак, вот это и вам основные железы. Эфирное масло, они работают на всю гормональную систему, что мужчины, что женщины. Без побочки не нужно сидеть ни на каких гормонах. То есть прекрасно, как, прекрасно интегрируется в обычную медицину. Вы можете снижать уровень воздействия, токсического воздействия на свой организм. На самом деле, это очень круто работает. Вот просто примите этот инструмент, который известен уже тысячи-тысячи лет. Вот, как интуитивно я люблю масло кедра. Эфирное масло кедра, оно достаточно мощное. В ее всех энергетических и шизотерических практиках используют. Я думаю, как раз на нашем, знаешь, это в Телеграме тоже, что мы с тобой содлили. Я думаю, там как раз можно такие штуки писать. Мне самому будет интересно то есть, допустим, тестить и систематизировать в одном месте. Так что, если тоже интересная информация, в принципе, то есть какие есть варианты. То есть, так как мне самому это интересно где-то систематизировать, то мы с Олей создали как раз тоже именно в Телеграме группу, где куда можно добавиться. можете нам написать, нам скинем как раз тоже ссылку. И там как раз тоже будем написать, обсуждать, потому что я сам хочу в этой теме разобраться. Я понимаю, как круто работает на мозг просто его тренировка правильная. То есть, ваше внимание, ваша память, то есть, ваша скорость чтения или просто чтения. Если как раз мы еще посмотрим на усиление, то есть, можно усиливать через питание, можно усиливать через арома. Можно есть и другие усилители. И я вот сейчас эту тему глубже изучаю. Поэтому вот именно Оля благодарит тебя за то, что согласилась поделиться со мной своим опытом в шестилетнем. И если тоже вам тема интересна, наверное, здесь у тебя уже много вопросов, раздобавляйтесь к нам. И там я и сам тоже буду что-то спрашивать, узнавать, делиться своим опытом. И если тоже есть интерес к этой теме, то есть уже с опытным человеком, кто это прошел, кто это изучил, я, допустим, именно взялся с помощью Оли, вот, чтобы с этим вопросом познакомиться. Ко мне скоро приедут домой масла, чтобы я с ними тоже ознакомился. И пишите, добавляйтесь. Мне кажется, тоже вам очень сильно поможет, так как наша задача улучшать мир. И, в первую очередь, мы начинаем с улучшения себя и своей жизни. Да, я с тобой абсолютно согласна. Благодарю за эту прекрасную встречу, за это время, проведенное вместе. Эфирные масла прекрасно улучшаются стратегию, анализ, память, убирает стресс, улучшает различные когнитивные функции. Это 100%, вы даже это сами почувствуете, когда один раз вдохнете, эфирное масло. И это и правда работает. Пишите, пожалуйста, мне, пишите Паше, мы вас переключим на менеджера, который поможет и будет отвечать на все ваши вопросы. И, конечно же, да, встречаемся в нашем чате, я думаю, что вам будет интересно. И запомните, пожалуйста, что мы с Пашей за самое лучшее, мы несем свет, знания в этот мир. Так что вам очень повезло, что вы являетесь подписчиками, как моими, так и Пашей. Все, будем дружить. Будем дружить, да. Если вам понравилось, то можете сейчас нас сейчас соцскринить. Давайте сейчас мы с Олей улыбнемся, можете опять же сейчас нас заскринить. и поделитесь нашим эфиром со своими друзьями, кому это могло бы быть полезным. Я вас прошу об этом. Отметьте нас. Наша миссия, наверное, мы улучшаем тех, кто улучшает мир. Помогите нам тоже в этом. Поделитесь. А так, Оля, благодарю тебя. Отпускаю тебя, потому что я знаю, что у тебя там работа. У меня сейчас тоже как раз с индивидуальными клиентами и работа, тренировки. Так что все мега дня, все мега недели, если тема интересна, добавляйте сразу там в Телеграм, чат, напишите в личку, то есть мы вам скинем контакт менеджера, то есть поможем сориентироваться и будем двигаться вперед к улучшению себя и мира. Потому что чем лучше будете вы, тем лучше будет мир. Так что всем спасибо. Всем пока. Ждем ваш второй отмечалок. Поделитесь с друзьями. Пока-пока. Пока.